Денис, хотел с тобой поработать немного в стойке, в плане бросков, даже что-то поучиться. Они у тебя очень неплохо получались, именно как раз высиды, броски и так далее, в том числе то, что мы видели на М1, где они очень хорошо получались, и в том числе и в крайнем бою. Просто чуть-чуть, в самом начале мне нужно сам принцип, попробуйте. Сам принцип у меня дюдаист, не вольной борьбой, я стараюсь все делать с прямых ног и подходить во время боя тоже стараюсь более с прямых ног. И захват спины из руки будет не очень удобен, потому что отсюда, в принципе, никаких бросков выполнить я не могу. Поэтому во время поединка я стараюсь, оп, просунуть ручку сюда. Дальше я вставляю бедро и веду человека к клетке, например, к сетке. Если человек очень функционально готов, крепкий, например, как ты, мне тяжело будет его сразу перевести в партер, как мне сначала его прочувствовать. Но если я чувствую, что человек с этой позиции отдает мне ручку, по первым движениям я проверяю ножками, проверяю, проверяю, как он двигается. Если вот, например, он встал, как ты, то отсюда раз, я вставляю бедро и бомбак. Давай еще раз продемонстрирую. Делаю, например, делаю бедро, не пошло, сразу догоняю, а тут бахмар. Если человек хорошо реагирует, я его сюда вытягиваю, а он мне не дает, он все время обходит и делает тягу назад. Я чувствую, что он тянется назад, примерно назад, тогда я стараюсь его обмануть. Чувствую, что захожу, оп, и он ставится, и тогда, оп, обманывает движение, посадка. И здесь стараюсь быть в позиции удобнее. Варианты. Если не проходит ни вариант бедро, ни вариант посадка, то я стараюсь немножко побить, чтобы прочувствовать его движение. И здесь уже запускаю более сложный прием, как раскрутка, что я делал в своем крайнем поединке. Сейчас в этом масле прохожусь. Она делается довольно просто. Вставляю ножку между ног. Использую инерцию своего тела, полное расслабление, за счет этой ручки. Сам падаю и тяну тебя за собой. Это является моим самым коронным действием. Если с этой позиции я понимаю, что человек владеет очень хорошо самбо и дзюдо, например, как ты, и он все чувствует. Тогда стараюсь использовать физику и продавить стенку. Здесь уже занят такую же позицию, отключить ноги. И здесь также. Если человек меня цепляет, то отсюда мне очень удобно сделать ту же самую посадку назад снова. Так. Оп. И выход. Ну, еще. Самые элементарные вещи. Встань ровно, пожалуйста. Я не стараюсь пролезть в ножки, потому что довольно часто используемый прием. Плюс, можешь легко встретить меня коленом. Поэтому я стараюсь залезть в корпус, даже если ты поставишь ручку. Снова подойти ближе, пролезть. Отсюда мне, поскольку хватает физики, могу просунуть одну ручку. Я теперь уже использую бросок в ножки, но за одну ногу. Выдергиваю на второй этаж и выхожу снова на свою излюбленную позицию. Манера как боковое удержание. Забрать ручку и начать обрабатывать голову. Это все подготовительное для рычага на локоть. Когда человека начинаешь бить по голове, он начинает инстинктивно ручку выставлять. Когда он выставляет ее перед лицом, обхватываю под кисть, делаю замочек. Кимура или Американо, как хотите. Могу сделать так, если человек уходит. В эту сторону перебираю рычажок и делаю в эту сторону. Но это, можно сказать, одно из единственных маякоружий. И мне бы хотелось чему-то научиться у тебя, Алексей. Я знаю, что ты очень хорошо проводишь удушающие приемы. Позиции лежа, стоя. Особенно твою коронную давку. На днях я ее прочувствовал на тренировке. И теперь мне хочется, чтобы ты меня научил. Падай. Не падай. Слышно ложись. Мне понравилось, что ты говоришь. Ты все время оказываешься в позиции. Позиция идеальна для выполнения приема, который мы называем диафрагмой. Тоже его не почувствовал. Диафрагма. Всегда мы при удержании этом бежим, не контролируя первую голову. Позволяем и на мост вставать. Одна из ошибок. То есть, необходимо лежать повыше. Второе. Моя башка должна быть вот прижата рядом с твоей головой. И третье. У нас весь вес всегда уходит, как сейчас. Чувствуешь. На себе вверх. А я здесь уже вложусь изначально в воздух. То есть, я не там лежу, а на себе. Ты сейчас будешь дергаться, прыгать, поросы и так далее. Мне главное удержать как бы твою ручку, чтобы я не ушел. Уже у тебя пошло какое-то небольшое изматывание. В любом случае, я хватаю сразу же голову. Я не зажимаю сильно голову. Мне это абсолютно не нужно. То есть, пытаются некоторые люди там сильнейшее давление на голову сделать. Мне это вообще не надо. Я могу этого не делать. Вот, могу взять. Вот. И работаю сюда. Идет скрутка чисто на диафрагму. Здесь необходимо ровно, ровно, ровно. У тебя классная штука. Мой верхний пояс, ключевой. Достаточно хороший. Единственное, что нужно кольцо держать. Не вот это огромное. Максимально маленькое. Вот колечко. За руку. Оно уже очень плотно держит. Не на шее я держу. Держу на... Здесь. Повыше. Повыше. На затылке. Но так, чтобы не соскочило. Да. То, что ты сделал с меркой. То, что ты сделал с меркой. Ну и с меркой. Еще с кем-то. Вот. Делают еще угольники классики. Они делают вот такую штуку. Пережим. Это отключение диафрагмы. Диафрагма ровно идет под грудью. Мы ее изо всех сил пережимаем, но не всю. Если я на всю грудь налягу, ты не постучишь. Понятно. То есть, если я буду на боку лежать, тебе будет плохо. А если я лягу на всего тебя, то есть, уже распределяется весь вес по всей грудине, по всей диафрагме. И вся диафрагма под определенным углом. А тут мы одну ее половину полностью провешиваем. И легкие не могут втянуть воздух. Я считаю, это очень классная штука. Тем более, ты сам говоришь, что на нее еще раз. Сейчас такой. Рука, мне не важно где. Главное, чтобы она не была на полу. Угу. Я могу здесь руку держать твою. Угу. И все равно, где я ее делаю с рукой. Могу ее там вообще оставить где-то. И то же самое все делать рукой. Она у тебя не функциональна. Что ты можешь сделать? Ну, сейчас ты можешь делать, что хочешь. Вот. Видишь, работает. Рука. Правая рука не работает. Здесь все отключено. Вот я могу так. В этом положении я могу минуты полторы тянуть. Нет. Полторы. Я полторы не выжил. Как правило, человек терпит 10-15 секунд. В любом случае, воздуха хватает на 10-15 секунд. Потом делает 1-2 рывка, мощных влево-вправо. Если он уйти в этот момент не может, то ему остается рукождаться. Можно я попробую? В принципе. И как раз прочувствую этот движение. Так. Так, отдавай чуть-чуть. Сюда. Развернемся. Да. То есть, ручка мне не нужна. Рука не нужна. Ну, а ее нужно быть от ручки, чтобы она не ушла совсем. Вот. Здесь отлично. Берем под рычаг, под локоть. Эту руку поднимай. Да. Просто ее хручил. Ага. И теперь сюда сдавливай, да? Тихо. Правильно? Я посвящил. Нет. Пока все правильно. Нет. Это я уже воздух не пускаю. Или чуть-чуть бочком. Не доработал чуть-чуть. Еще чуть дальше закрутиться. Вот процентов 80-90 делаешь. Сейчас нормально. Акцент должен быть именно на скрутку. А, именно на грудь. Именно на грудь. А ты очень сильно хочешь голову придавить. У тебя достаточно много уходит силы. Жестковатая конструкция получается. Она должна быть жесткая, но яркая. То есть вот, видишь, башка накручивается. Понятно, техника другая, немного выполнение. И именно вдавливай вдавливай ровно сюда. Ага. Вдавливай сюда одним кусочком. Вот этим. Нельзя ложиться всей грудью или по всей спиной. То есть не так куда-то. Вот именно, видишь, одним-одним куском. Я просто сейчас стараюсь сильно не впрягаться. Нет, ты признайся. Просто нерезко. Я бы таз еще с нервов 10 вверх. Еще вынес, да? Чуть-чуть. У тебя там нога лучше. Сейчас нога лучше. Стас, да? Попробуй еще раз. В любом случае его нужно раз 50-100 на тренировках. Чисто поотрабатывать даже. Коронный прием Алексея Еленника на Алексея Еленнике. Ха-ха-ха. Прошло. Значит, должно сработать. Конечно. А еще, мне нравится, как ты выполняешь рудаху. Ручка под шейкой и на шейку. Делается с бокового. Ага. Вот. У меня задача плотности. Если это руки нет, то есть мои руки сверху, тогда я буду делать свою эту штуку. Если эта рука здесь, ну, выше, естественно, я буду набрасывать, просто делать сюда. Всегда делается не здесь, а всегда делается то, что я говорил, как бы под бицепс. Если ты под бицепс закрываешь, бам, во-первых, эту штуку нельзя сорвать, вообще ее нельзя сорвать. Во-вторых, она автоматически, с защелкиванием, уже идет само надавливание на нужную группу мышц. То есть я могу его делать отсюда. Вот, пошел он. На этот процесс. Я могу делать, там, например, с такого половинчатого положения, когда ты одной ногой держишь. Спокойно. Я обратил внимание, перед тем, как делать, сначала выводишь мой подбородок своим подбородком, да? Да. Создаешь болевую. Я включаю скуму. Именно не куда-то, там в глаза. Чтобы создать болевое ощущение, чтобы я убрал, да? Рицеп разрешено. Сюда, сюда дайте разрешено. Нельзя в глаза дойти. Держи меня ногами. То есть, если я закрыл эту штуку, даже срывай меня ногами. Вот, я закрыл, уже тяжело сорвать. Просто, потому что я перекрыл именно вот эту штуку. Угу. Если он будет держать, ты меня сорвешь. Любыми мышцами, ты меня сорвешь. Ну, она... Вот так. Не срывается. Я сейчас, может, не задушу, но меня не сорвешь. Ну, да. И, как правило, я чуть-чуть секунд десять. Сначала держу 15, ничего не делаю вообще. Прочувствовать меня, да? Человек сначала дергаешься, как правило, сильно. Ага. Раз, 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 раз. А потом чуть успокоился. И раз. Пошла штучка. Просто просовываешь кисть. Ты душишь защит кисти или кулака. Кулак, кулак, кулак. Вот этой штукой давлю. Вот этой. Вот этой. Да. На суну артерии. Нет. На кадык. Давлю ровно между кадыком и... И группой мышц. Мышцы. Кадык. Давлю в эту дырку. Всегда. Ага. Смотри. Давлю ровно на кадык. Напрягай. Вот чисто ровно, видишь, кадык. Чисто мышцы. Ну, ты... Не знаю, почему ты стучишь, но... Ну, я... Потому что отдал себе уже позицию, поэтому я уже стучу. Ну, во время боя, как бы, это еще терпимо. Оно еще терпимо, да? Оно больно, но оно нетерпимо. А эта штука нетерпимо. То есть, она сразу идет между кадыком. То есть, сразу-сразу-сразу. Угу. Делается с любого положения. Я сверху, я снизу. Ага. Можно я попробую? Можно даже его в стойке пробовать. На самом деле у тебя такой рост. Я его в стойке делал. Ну, давай продемонстрируй в стойке, пожалуйста. В бою делал. Нет. А в какой позиции ты делаешь в стойке? Ну, мы с тобой работаем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Мы уже сжались. Угу. Я просто дуев человека здесь. Ну да. Все. Мне какая разница, здесь. Мы все равно здесь как-то будем работать? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-оп. И все. А здесь необходимо, там, 2-3 секунды, чтоб человек постучал. Это не удушение, это удушение, когда человек еще несколько секунд терпит без воздуха, а тут не терпишь сразу, тут сразу тучишь. И болевой, и удушающий эффект одновременно. Но оно выдавливает кадык вот туда, и именно сюда уклонится. Можно его поработать? Если сюда начну делать, то, что я сказал, ты сможешь держать какое-то время, или даже долго. И даже кадык держится достаточно долго. У тебя вес большой. Нет, нормально. Кого-то взять, бросишь? Можно его взять, нет? Бери. Иди сюда. Нет, так иди, может сфотографироваться. Нет, я лучше. Да давай я сфотографироваться. Да, давай. Иду. Смотри, держишься рукой. Так. Чего? Да. Мне нужна нога. Сюда. На кадыке. Вставай. 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 Вот. Я не могу с вами рукавами. Секунд сорок я спокойно продержусь. Вес какой? У меня восемьдесят восемь. Ну вот восемьдесят девяносто я держу спокойно. Сто двадцать не знаю, я Денису держу или нет вес. А вот. Кадык, что я хотел сказать, что сам кадык достаточно крепкая штука. Особенно, тут не только он держит, а еще вот эти мышцы напрягаются слева-справа. И они прилично держат. Если чисто вот так в кадык давить, вот так. Мы же не стучим, во всяком случае, ни секунду, ни две. Если чисто кадык давить. Все хотят либо в кадык надавить, либо в мышцы. Это неправильно. То, что я показал, как бы именно зона между кадыком и мышцами. Ну, как бы треугольник-то, в принципе, дает удушающих, который показал первый. Это я знаю еще со школы дзюдо самбо. Только ты его все равно не так делаешь. Все равно не так. Я про сам замок вот этот. А, сам замок, да. Во-первых, его нельзя разорвать. Во-вторых, мышцы твои не устают никогда. Потому что только запер и все. И получается чисто замкнутая вещь. И он, самая плотная вещь, это вот эта самая плотная удушка, самое плотное удержание. Именно вот этот замок. Он плотнее любого такого удержания, какое бы ты ни придумал. Там с помощью кисти, чего угодно. Хоть пальцами куда угодно, но вот эта бам, все, она самая плотная. Еще есть за шеей и тянуть, получается, мышцы спины и мышцы шеи. Вот вот закрыл, ты можешь держать хоть минуту-две. У тебя не сдохнут руки. Вот так они очень часто умирают, там, за 20-30 секунд. Потом встаешь, не получилось, они уже ватные части. Вот у меня проблема была в последнем бою. Немного засиделся. Мне давно не закидывали треугольники. И не могут показать что-нибудь именно для выхода из треугольника. Всем говорю и глупо звучит, но самая правильная вещь, в треугольник проще не попасться, чем потом с него уходить. Не попасться в треугольник, это очень просто. Не попадаешь в треугольник за счет локтей. Я чувствую просто твое бедро. Пока твое бедро под локтем, у меня треугольника не может быть. Набрасывай. Вот, видишь, бедро начинает обходить локоть, и я это чувствую. Даже я могу закрытыми глазами. Я убираю все. Вот ты не можешь, я составляю жесткую конструкцию, ты не можешь даже одеть бедро. Получается. Ну, это образная такая штука. Проще всего на него не попасться именно таким путем. Лежишь и контролируешь бедро. Только ты чувствуешь, бедро пытается куда-то уйти, я его либо держу, забрасывай. Вот, видишь, я его держу. Либо, если оно все-таки обходит его локоть, я просто поднялся, треугольника нет никогда. А сейчас давай попробуем представить, что ты очень сильно устал, допустил ошибку, и ты попал в треугольник. Я попал в треугольник. Часто ребята пытаются взять эту ручку под бедром, и сами загружаются сюда, как бы, к паху, и вот напрягают руку. Видишь, борода разворачивает в сторону к руке. Ну, не очень удобно мне душить. У меня бедро не вон опускает. Я как бы в треугольнике полностью. То есть я руку не сюда тебе отдаю, только она здесь. Ты боку вставляешь. Пытаюсь ее, ну, начиная делать. Вот, пытаюсь убрать сразу руку. Если ты его будешь контролировать, я, конечно, ее не уберу. Даже вот пол силы. Вот. Есть еще штука. Можно брать голову и на себя делать какая-то треугольник. Ты как бы постучать не постучишь, но ты либо отпустишь треугольник, либо не сможешь меня просто душить. Ага. Хорошая вещь. Именно нужно ее налопчиться и понять, как бы, что делать. Попробуй. Ты мне сделаешь лего. Не, подожди, давай еще. Ага. Раз. Ну, стандартное, сживо-живо, это на голову, просто на затылок. Магнетать. Магнетать через съезд. Вот сейчас я не ухожу, но ты мне не можешь ушить. Ну даже. Вот. Я с весом играю на макушку. То, что я пытался сделать во время боя, но не успел. Одна из самых главных задач здесь, чтобы не соскользнуло влево-влево-вправо. Соскользнуло влево-влево-вправо. А тут многие делают на спину эту нагрузку. А тут надо ее вот сюда делать. То есть, когда я нагружаю. Ага. Нет, просто нагружаю. Я не вот нагружаю. Видишь, все вот сюда тянут. Неправильно. Я вот, видишь, аж дальше иду. Потому что ты кувырок через спину можешь сделать. Но если я своим весом на твоем, через голову, когда мы делаем поворотчик, уже неприятно очень. Если ровно-ровно через голову. Поэтому мы всегда подворачиваем голову на бочок. И получается как бы через бочок. А если ровно через башку, приходится достаточно сильное напряжение делать. А если два тяжа на одну шею, именно идет нагнетение, как правило, треугольник растягивается. Можно попробовать? Давай. Ну вот прошел, да? Попытка у меня задача как? Остановить ручку и налететь на нее. Втянуться туда. Ну-ка, попробуем, что ты взял. Треугольник. Так. Ты сказал сразу разворачиваем голову. Нет. В сторону ручки, да? Нет. Ручку разворачиваем. Вот туда. За мной. Берем замок со второй рукой. Вот видишь? Вот в принципе я сейчас держу практически треугольник. А мне душить некуда, видишь? Да. Не прикрывается голова. Пространство есть, да. Вот убирай руку. Теперь смотри. Вот видишь? Вот как душится человек. Правильно? Через руку. Ты ее убрал от себя, еще и запер. Не даешь меня вернуть. Здесь тебе придется уходить, потому что я, наверное, начну бить. Это уши, чем тебя задушат. Либо крутиться, как ты делал сейчас, либо все-таки делать нагрузку на макушку. Можно попробовать сделать? Ничего. Все нормально. Я еще не такой плохой, что со мной нельзя было ничего сделать. Вот такая нагрузка. Нет. На спину делаешь. Что-то красиво. Не могу, да. Видишь, я достаточно хорошо согнулся, то есть полностью. Пошел, пошел. Вот до сюда я могу висеть. Дальше пошел, ты пошел перекручивать меня. Весь вес пошел. 110-120 пошло на одно место. И оно ровное. Я не могу подвернуть голову влево-вправо. То есть у меня от боли разжимаются замочки. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Пойду отрабатываться. Вот так быстро тяжеловесы обмениваются опытом. На самом деле, неважно, сколько тебе лет. Там 20-30-40-50. Всегда можно чему-то поучиться. Особенно, если люди действительно что-то умеют. И умеют делать что-то хорошо. Делимся друг другом. Делимся с вами. Спасибо большое, Алексей. Для вас здоровья. Занимайтесь спортом. Поддерживайте. Алексей и меня во время. Будьте большими и красивыми, как Денис. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова